Соболёнок Это самый молодой город в Свердловской области. Он назван в честь одноимённой горы, уходножье которой расположен. Высота горы 878 метров. Есть несколько версий происхождения названия. По одной версии Качканар означает спрятавшийся или бедлицы. По другой каменный мешок. А третья версия гласит, что это лысый верблюд. В любом случае гора уникальна. Она содержит железную льду, богатую важным элементом ванаги. Поэтому-то люди ее обосновали здесь. А это мой друг Евразик. Я расскажу о самом главном предприятии города Качканарском горно-обогатительном комбинате. Здесь добывают и обогащают железную льду, которая потом отправляется во все уголки нашей страны. И не только. Компания Евраз, в состав которой входит ГОМ, помогает городу преображаться. Гуляя по городу, восхищаешься его красотой и уникальностью. Приглашаю вас посетить бестопримечательности Качканара. Фонтан Кюльпаны Создан Качканарским кузнецом Владимира Малышева по эскизу своего сына Григория, который сейчас стал известным мультипликатором. Каменные палатки напоминают подвиг первостроителей города, победивших в непроходимую тайгу. Территория возле городца Кучкорда стала любимым местом отдыха горожан, сердцем города. А духовным центром является трамп воинной бухгалкой Божьей Матери в изыскании подлитки. Он находится на самой высокой точке города. А вот любимый уголок молодоженок это Стелла Ключ на въезде в город. Считается, что если повязать на него ленточку, то семейная жизнь будет счастливой. Еще недавно на гору тянулись сотни туристов посетить Буддитский монастырь, который теперь переехал в деревню по соседству. Вот такой чудесный городок есть на Урале. А если хотите узнать о нем больше, приезжайте в гости. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!